Всем привет! Это Евгений с новым уроком. Настоящее видео попытается охватить тему так называемой полиритмии. Мы расскажем вам об использовании полиритмии в игре на барабанах, что, как мы считаем, является более сложным и важным, чем исполнение ее на гитаре, например. Цель видео не в том, чтобы показать вам разные примеры, а в том, чтобы научить вас анализировать, понимать и создавать их самостоятельно. Мы находим этот подход гораздо более эффективным и гибким, чем слепой излученный рисунок. Когда вы четко понимаете, что происходит, вы можете легко изменить рисунок, заменить его, подхватить в нужный момент, без надобности изучения его с самого начала. Сдвигающийся рисунок. Сейчас мы будем говорить о таком понятии, как сдвигающийся рисунок. Он состоит из ведущего ритма и перемещающегося рисунка. Ведущий ритм, который является привычным для большинства барабанщиков, может представлять собой четыре удара по тарелке или такт. Сам сдвигающийся рисунок является собой более короткий или более длинный рисунок по сравнению с ведущим. Эти рисунки создают сдвиги, что приводит к тому, что каждый такт звучит по-новому. Сыграв последовательность всех тактов, вы замыкаете цикл. Чем меньше отличается длина сдвигающегося рисунка от длины такта, тем больше раз необходимо его сыграть, чтобы замкнуть цикл и начать слово. Мы это называем сложностью сдвига. Обычно мы предпочитаем использовать величину в процентах, которая представляет собой часть цикла, сыгранную после завершения одного рисунка. Немного позже мы приведем пример. Сдвигающиеся рисунки можно разделить на группы в соответствии с конечностями, которые выполняют определенные задачи. Тип номер один. Тарелка и рабочие играют ведущий ритм. Педаль – сдвигающийся рисунок. Начинаем с бас-бочки и тарелки. Простой пример рисунка на педали. Давайте обозначим рисунок, который мы играем на педали как блок. Мы видим, что длина блока намного меньше, чем продолжительность четырех ударов по тарелке. Сочетание этих двух дает в результате сдвига, где педаль начинает с сильной долей каждый второй блок. Такой рисунок сдвигается на 50%, потому что после окончания одного блока вы прошли половину цикла. Чтобы вернуться на исходную позицию, вам необходимо сыграть последовательно два блока. Теперь мы добавим рабочий барабан. Рисунок рабочего пропорционален рисунку тарелки. При этом не создается новый сдвиг. Сложность появившегося рисунка зависит от частоты ударов по рабочему барабану. Чем чаще вы по нему бьете, тем короче цикл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Используйте свое воображение и придумайте разные интересные рисунки для ног. Вот несколько более сложных примеров рисунков первого типа для двойной педали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Метод обучения для первого вида сдвигов. Это важная часть урока, одна из главных причин, по которой мы решили снять это видео. Итак, как же нам выучить эти сложные рисунки? Что вы определенно не должны делать, так это пытаться запоминать их, слушать 9000 раз и больше. Это непрактично. Многие музыканты выбирают этот способ, который может быть оправдан, если рисунок простой. Но если речь идет о более длинном и сложном рисунке, то становится гораздо труднее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причина, по которой вы смотрите это видео, в том, чтобы понять, как правильно анализировать эти рисунки и разбивать их на части. Вы также сможете создавать свои собственные сдвигающиеся рисунки, имея необходимые для этого знания, а не импровизировать вслепую. Даже если вы не умеете читать партитуры, вам будет гораздо легче, если вы запишите свои идеи в какой-то форме, какая вам удобна. Итак, очевидно, что необходимо начать с того, что выучиваем сдвигающийся рисунок. Без тарелки и рабочего это не так уж и сложно. ПЕНИЕ Многие музыканты рекомендуют петь то, что вы играете на барабанах. Некоторые люди упрямо отвергают этот метод, что мы считаем большой ошибкой. Наш голос может служить для мозга в качестве дополнительной конечности. Гораздо легче скоординировать действия ваших конечностей, если вы сначала споете рисунок. После того, как вы выучили партию бас-бочки, попытайтесь ее спеть, играя партию тарелки. Вам будет легче так, чем сразу играть одновременно и ногой, и рукой. После того, как вы уже играете эту часть уверенно, мы предлагаем добавить рабочий барабан. Ведущая рука играет по тарелке, слабая рука бьет по рабочему, а партию бас-бочки вы поете. Последний шаг – это когда вы играете партию бас-бочки ногой. Мы советуем разделить цикл на две или четыре части и овладевать сдвигами по отдельности. В последующем можно сложить все вместе, играя все блоки последовательно. Дробь зубами. Я обычно отбиваю партии бочки передними зубами, резцами. Левыми клыками я отбиваю рабочий, так как являюсь правшой. Если бочка играет одновременно с рабочим, вы можете отбивать только клыками. Вы можете вступить в любом месте, даже если вы сбились. Когда вы ведете счет, вы знаете, на сколько сдвинулось начало блока. И то же расстояние прибавляется к предыдущей точке старта после каждого рисунка. Если у вас сложность 50%, то второй блок начинается на слабую долю, если вы начали рабочим на сильную долю. Если сложность 25%, то это дает одну четверть после того, как рисунок сыграли один раз. На слабую долю после второго блока. Три четверти рисунка после третьего. И, наконец, на сильную долю начинаем цикл сначала. Кивание головой. По мере того, как пением и зубной дробью вы исполняете рисунок, кивание головой можно использовать для ведущего ритма. Кивайте с нужной вам частотой, половину, четверть, одну восьмую ноту и так далее. Чем реже вы киваете, тем труднее играть рисунок. Постукивание. Заучивание рисунка таким образом очень практично, так как для этого вам не нужна установка ни даже палочки. Все, что необходимо, это заставить мозг усвоить, какую конечность использовать и когда. При этом вы делаете это беззвучно, не беспокоя окружающих. Пение, зубная дробь, постукивание помогут вам понять рисунок и привыкнуть к нему быстро и без особых усилий. Тип номер два. Тарелка играет ведущий ритм, рабочий идет за бочкой и они создают рисунок. Количество блоков в цикле будет зависеть только от частоты ударов по тарелке. В этом случае рабочие бочкой играют один рисунок. Простой пример на два блока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Метод обучения для сдвига второго типа Этот тип сдвигающегося рисунка немного сложнее, чем первый. Отличие в том, что мы двумя конечностями исполняем рисунок, а одна играет ведущий ритм. Способ, при помощи которого это можно выучить, практически не отличается, но мы рекомендуем заучивать партию бочки и рабочего одновременно. Потом играем на тарелке, одновременно исполняя рисунок при помощи пения или зубной дроби. Это первый шаг, но его может быть недостаточно. Мы предлагаем заучить партию тарелки рабочего без ног. Так как они тоже создают сдвиг, очень важно чувствовать себя комфортно, исполняя их. После этого добавляем при помощи пения или зубной дроби партию бочкой. И в конце концов комбинируем все три. Это может занять некоторое время, так как эти рисунки сложнее. Пример второго типа с партией двойной бочки. Добавляем рабочий на каждый последний удар ногой. Наконец, добавляем тарелку. В случае более длинного рисунка, вам будет необходимо считать части блока. В нашем примере удары бас-бочки 4, 4, 4 и 3 на каждый блок. Простым подходом может быть следующий. Играть ногой и кивать партию тарелки. Потом играем партию тарелки вместе с рабочим, а партию бочки поем. И в конце объединяемся вместе. Такой метод занимает немало времени, поэтому нужно набраться терпения. Тип номер 3. Рабочий барабан ведущий, а рисунок бочка с тарелкой. Этот вариант, наверное, самый трудный, потому что большинство драмеров привыкли вести тарелкой, а в этом случае ведущий ритм играет рабочий барабан. Бочкой тарелка создает рисунок, который сдвигается. Начнем со следующего простого примера. Теперь добавляем тарелку на первый и второй удар бочки. После того, как вы выучили партию бас-бочки, мы рекомендуем синхронизировать ведущий рабочий со сдвигающимся рисунком тарелки. Далее добавьте бочку при помощи пения. Позже играйте рисунок ногой. Пример намного сложнее с более длинным рисунком. Мы добавляем тарелку на первый одиночный удар по бочке в подблоке, а потом на каждый второй удар двойной педалью. Наконец, добавляем обычный прямой рабочий барабан, который здесь подчинен сдвигающемуся рисунку 25% сложности, что довольно-таки трудно сыграть. Мы хотим вкратце показать вам пример, как будет выглядеть настоящая полиаритмия, когда два разных ритма исполняют две разные конечности. Мы это называем 3-бит, что является классическим рисунком Drum & Bass с восьмой нотой с точкой на тарелке. Можно использовать интересный прием. Переход от одного темпа к параллельному темпу с четвертной нотой с точкой. Для этого нужно всего лишь умножить частоту удара на одну треть, как будто вы играете рисунок Drum & Bass на скорости 180 bpm. Тарелка может играть обычные четвертые ноты на скорости 120 bpm. Восприятие полиаритмии в музыке. Вероятно, многие из вас сомневаются в том, что использование полиаритмии привлечет внимание слушателей к вашей музыке. Ведь эти причудливые сдвиги трудно назвать мейнстримом. Чем менее мейнстримовой будет ваша музыка, тем меньше она будет нравиться людям. Поэтому в заключительной части нашего видео мы поговорим о том, как упростить наши рисунки и придать им более привычную форму размеров 4, 8 или 16 тактов. То есть форму, которой наши уши более привычны. Мы должны считать удары ведущего ритма. Известный отрывок в качестве примера. Цикл завершается после седьмого удара по рабочему. Нам необходимо количество ударов, которые делятся на 4. 7 на 4 не делится. Сыграв цикл дважды, мы получаем 14 ударов рабочего. Сыграв его 4 раза, мы получаем 28 ударов рабочего и 7 больших блоков, что все еще не дает нам желаемого чувства завершенности. Нашему уху необходимо услышать 4 или 8 больших блоков. Они останавливаются после четвертого удара рабочего и начинают цикл заново, не завершив его полностью. В результате мы получаем поляритмический рисунок, но слушая его, мы чувствуем момент, когда он переключается на что-то совершенно новое. Это предоставляет слушателю приятное ощущение того, что он способен проследить за развитием песни, а также мотать головой. Эпилог. Конечно же, это не все типы поляритмии. Вы можете также вести сильной или слабой ногой, при этом сдвигающийся рисунок играть руками. Существует много комбинаций. Мы всего лишь хотели показать вам основы. Методы изучения рисунков, которые мы вам продемонстрировали, являются для нас совершенно естественными. Как мы уже упомянули, эти методы помогают нам понимать рисунки гораздо лучше, поэтому от них больше толку. Спасибо вам за внимание и положительные отзывы, которые я получил на мой предыдущий видеоурок. Я обязательно буду делать еще такие уроки в будущем. Оставляйте свои комментарии ниже, пишите, какие темы вас интересуют. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Добавляйте мне, пишите, обращайтесь. Пока. Конец связи.